Послание к Галатам Послание к Галатам Благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Потом, спустя три года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него дней пятнадцать. Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. От Луки святое благовествование. Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его. А иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и выросла терния, и заглушила его. А иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод старичный. Сказав сие, возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Ученики же его спросили у него, что бы значила притча сия. Он сказал, вам дано знать тайны Царствия Божия, опрочем, в притчах, так что они, видя, не видят и, слыша, не разумеют. Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божие, а упавшее при пути – это суть слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит Слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшее на камень – это те, которые, когда услышат Слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшее в тернии – это те, которые слушают Слово, но, отходя, заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упавшее на добрую землю – это те, которые, услышав Слово, хранят Его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, Он возгласил – кто имеет уши слышать, да слышит. И жиди сеять, сеять семени своего, и игна сеяше, ово паде при пути, и попрана бысть, и птицы небесные позабашее, а другое паде на камени, и прозяб уши, за не не имеешься влаги. И другое паде посреди терния, и возрасте терния, и подави е. Другое же паде на земли блазе, и прозяб, сотвори плод столицею, сия глаголе возгласи, имея уши слышать, и дослышит. Вопрошах уже Его ученицы, Его глаголюще, что из притча сия? Он же рече, вам есть дано, ведать и тайны царствия Божия, прочим же в притчах, да видящие не видят и слышащие не разумеют. Есть же сия притча, всеми есть Слово Божие, а их же при пути, суть слышащие, потом же приходит дьявол, и вземлет Словы от сердца их, да неверывавшие спасутся. А их же на камени, их же, когда услышат, с радостью приемлят Слово, и сии корени не имут, их же во время веруют, и во время напасти отпадают. А их же в тернии падшие, сии суть слышавшие, и от печали и богатства, и с лосьми житейскими ходяще подавляются, и не свершают плода. А их же на добре земли, сии суть, и же добрым сердцем и благим, слышавши, слово держат, и плод творят в терпении, сиягловоле возгласи, имея уши слышать и дослышат. Не будь малодушен в делании добродетелей, ибо таковым прилагается бесполезный труд на труд. Подвязайся о терпении и прежде нужды, чтобы найти в нем и во время нужды готовое оружие. Воюй против злых помыслов и говори против них то, что написано в законе. Со всем чанием отвращай око от житейского, ибо через него злой дым входит под свод души. Если обладает тобой какая злая привычка, отсекай ее мало-помалу, и без труда большого очистишь тернии души. Чистого Бога чисто люби, и все почитай второстепенным пред Ним, сущим над всем. Ничего не почитай равным в достоинстве с добродетелью, ибо она есть лик Бога и сопрестольница Царствия Его. Если желаешь быть храмом Божьим, приноси ему, как непрестанную жертву, денноношную молитву. Живущего нерадиво не бери в советники, ибо радующийся о зле добро ненавидит, и посоветовать не согласится, чтобы оно не показало тебя славным жизнью. Ревнуй о чистой жизни, чтобы иметь дерзновение обращать согрешающих. Никого не укоряй в суе, чтобы и ты не был осужден, как возвысокомудрствовавший. Не смейся над падением другого, чтобы и самому не подпасть осмеянию против воли. Храни увещания си, и они доставят тебе венец славы. Будь блюститель заповедей сих, и они соделают тебя славным пред людьми и благоугодным Богу. Ибо сим утешается божество, и такими делами благоугождается Бог. Старайся всегда преуспевать в добродетелях. Путь же добродетели, благие и краткие, есть удаление от житейского. Ищущему нетленного, ни во что должно вменять тленное. Если истинного желаешь живота, внимай всегда человеческой смерти. Не люби настоящей жизни, ибо видишь, как колесо ее вертится непостоянно. Не пристращайся к благам, коих употреблений приходит, истяжание гибнет. Смейся с счастью и сострадай несчастью. Сие заслуживает мзду, а то научает мудрости. Подвязайся о терпении, в котором упражнение видим в мучениках, ибо и от нас требуется свидетельство чистой совести. Всему предпочитай душу, и путь добродетели не будет для тебя труден. Все в мире тленно, а душа нетленна. Потому законно предпочесть нетленное тленному. Будь готов к печальным обстоятельствам, и больше приобретешь. Не проси у Бога приятного, но проси одного полезного тебе, ибо когда просят его о первом, он не дает, если же и получишь, оно истлевает. Не уничижай бедность, ибо она соделывает борца закона нерассеянным. Не радуйся о богатстве, ибо пекущиеся о нем, по большей части отступают от Бога и против ожидания человеческого. Конец близ, нерадивые, да уготовятся на раны. Недалеко жатва. Очистим поле души от терней, ничто не сокрыто от судьи, хотя мы часто покушаем согрешить скрытно. Паче людей стыдись ангелов, ибо их много, и они всегда при нас, и от всякого дела скверного удаляйся. С заботою помышляй о весах судии и отвергай всякую прелесть житейскую. Праздность и покой почитай уроном и спеши делать то, чего от нас потребуют на суде. Помышляй всегда о неверности жизни, и ничто житейское невозможно влечь тебя. Не услаждайся привременным, ибо оно — удица для души, уловляющая ее, как рыбу. Удаляй с искушений, падши в них, покажи доброе мужество. Не презирай слез бедного, да не будут презрены и слезы твоей молитвы. Философия — есть превосходное стяжание для людей, содержащее такие вещи, кои узнать может только один стяжавший ее. Добродетель — есть хитон Божий, его сшей и садилаешься облачителем, облегшегося в тварь. Все земное крадется, делай же небесное, ибо его не достигнут руки грабителей. Откажись от утех, ибо они влекут к делам, от которых бывают воздыхания с сокрушением. Должно мерзить плотолюбивыми помыслами, ибо они растлевают тело и оскорняют душу. И земные блага не достаются без трудов. Как же хотим без трудов получить небесное? Если хочешь беструдно проходить добродетели, внедри убеждение в сердце, что труд временен, а награда вечна. Прилепившиеся к сластям допомышляют о краткости наслаждения и бесконечности мук. По той мере, как жизнь нечиста, душа скотска, потому плакать должно таковым, что погубили разумность. Все почитай тленным, а добродетель нетленную. Не ради о всем том, что соделывает человека скотским, и делай то, что может явить тебя небесным. Прилежи, добродетели, ибо она через философию покажет тебя новым Адамом. Обуздывая чрево, обуздывай и язык, чтобы не быть тебе то жалким рабом, то неразумным свободником. Люби Бога и пачи его не прилепляйся к своим, чтобы по слову его не оказаться тебе недостойным его. Терпи скорби, ибо борцам в них готов венец. Блаженно страдать от зла, отворить его пребедственно, ибо страждущий есть наследник Христов, а творящий есть сонаследник антихристов и дьявола. Добр плод поста, ибо он свободен от кваса сластей. Свят жертвенник молитвы, ибо он привлекает святого святых. Не думай, чтобы правда была пределием добродетели, ибо без нее всякое дело нечисто. Если сеешь бедным, свое сей, ибо чужое горше волчцов. Слеп милостивый, если не бывает праведен, ибо засевает поле, с которого не может ничего пожать. Всегда ожидай, но не бойся смерти, ибо это характер истинной философии. Выказывай собою добродетель, но не за тем, чтобы прелестить, а чтобы пользовать видящих. Живущему худо, по крайней мере, говорить должно хорошо, и, может быть, стыдясь слов своих, он начнет творить добродетель. Не желай богатства по любви к бедным, ибо отсущих творить милостыню законоположил праведный Бог. Если чаша студеной воды не теряет мзды своей, то какое воздаяние получит расточивший все имение свое бедным? Матери добродетелей суть чистота и сострадания, и так невозможно ввойниться Христу без той и другой. Не неради о сострадании, ибо оно низвело с неба благого владыку. Не презирай чистоты, ибо орудие ее представило людям воплощенным самого Творца. Не ищи у тех богатства, славы, ибо они суть тля жизни, мы не созданы в тлении. Плачь о грешнике, а не о бедном, ибо сему венец, а тому мука. Смейся над колесом жизни непостоянно вращающимся, но храни колею, в которой вращает оно дремлющих. Молитвенные слезы суть доброй баня души, но по молитве помни, чего ради ты плакал. Не ублажай сильных, ибо сильные сильнее и стязаны будут, и встретят строжайший суд. Сынам Адама нельзя не страдать, но, страдая здесь, мы сокровиществуем себе в воздаянии там. Наследникам Евы неизбежны скорби, но когда терпим их с благодарением, тогда клятва превращается нам в благословение. Во всех делах пользуйся светильником совести, ибо ею должен ты определить, какие дела хороши и какие худы. Осудим сами себя, и судья применится к нам, ибо как благий он радуется, когда видит, что грешник истощает бремя свое. Если что нечистое пристало к нам, с моим то покаянием, ибо нам должно представить Богу образ его чистым. Врачу им раны души прежде, нежели обнажимся, и врачеством упраздним муки. Как связанному нельзя ходить, так сплетшимся с житейским тищи путем добродетели. Должны ненавидеть грех, ибо через то легче высвободиться из сетей его, даже попавшись в них. Плачь о ближнем согрешившем, чтобы расположиться плакать и о себе, ибо мы все повинны греху. Воспоминай страх грешника пред судьею и уврачуешь свою рану, ибо это есть общее врачество против греха. Желая, что говорить или делать, помышляя об ответе, который ты должен дать вскоре, и таким образом уцеломудришь себя и других во всяком слове и деле. Бойся казни за грех и срамы его бегай, ибо то и другое будет невыносимо. Будущих благ и красота, и множество, и величие беспредельны, а настоящее суть тень, дым, прах. Не сей зла, ибо жатва близ, и огонь воспримет возделывателя терний. Цветы жизни славны, богачи, роскошны, но потерпи немного, и увидишь их попираемыми, как последнюю траву. Всякое злое дело вооружает дьявола, а вооруженный он становится тяжелым для вооружившихся. Если хочешь ослабить в рогах, отсеки грех, и лишенный крыл он будет поругаем, как птица. Горе хульнику, ибо свяжется язык его, и он не найдется, что отвечать судье. Горе нечестивцу, ибо когда все просветятся, он один будет покрыт мраком. Горе беззаконнику, ибо он должен предстать пред праведным и строгим судье. Горе корыстолюбцу, ибо богатство оставит его и воспримет его огнь. Горе нерадивому, ибо он взыщет времени, которое зле и ждил и не обрящет. Горе горделивцу, ибо когда приближится ко гробу, тогда уразумеет, кто он. Горе блудолюбивцу, ибо сквернил брачную одежду и будет извержен из царского брака. Горе развратнику, горе оскверненному, горе нечистому, ибо они еще прежде тамошнего суда исполнены всякого срама и стыдения, потому что осквернены их не только душа и тело, но и ум, и совесть. Горе брончивому и пьянице, ибо они будут вчинены с убийцами и мучимы с блудниками. Горе низкому сластолюбцу, ибо еще немного и его поведут как вола на заклане. Горе листецу и лицемеру, ибо пастырь отвергается его и отгонит, как волка в овчьей одежде. Блажен, идущий тесным и прискорбным путем, ибо, нося венец, он внидет на небо. Блажен, попирающий сласти житейские, ибо его трепещут демоны. Блажен, чистый в добродетели и нелицемерной душою, ибо он имеет судить мир, а не сам быть судим миром. Блажен, имеющий высокую жизнь и смиренное мудрование, ибо он подражает Христу и соседит с ним. Блажен, от уст, кого не отступает закон, ибо от скиний такого не удаляется Бог. Блажен, благотворящий многим, ибо он многих обретет заступников во время суда. Блажен, не подделывающий добродетели, ибо жезл судьи не посмевается. Блажен, удобряющий свои добродетели, прежде нежели возжжется огне, в коем все испытывается. Блажен, спешащий к вечной жизни, ибо настоящее отдается тлением и влечет к смерти. Блажен, расточающий то, что неразумно собирал, ибо и он чисто, предстоящий чистому. Глава же слова не нераде душе, ибо скоро высвободишься из-под ига. Блажен, кто послушает и соблюдает наставления сии, ибо блаженно боятся Господа и пищись о том дне, в который откроется все сокровенное. И что сотворят нерадивейшие, когда уже не полезно будет им покаяние. Твердо помни сказанное, и это соделает тебя блестящим жизнью. Храни сию вещание, и это доставит тебе венец славы. Будь блюстителем заповедей сих, и они соделают тебя славным в людях и благоугодным Богу, ибо такими делами благоугождается Бог. Умоляю всех, внимайте написанному. Слава тебе, Божия. Живые в помощи Вышнего в крови Бога Небесного во дворица речет Господи Везаступник Моисий прибежище Мои Бог Мой и уповай на Него. Яко то избавят тебя от сети ловчей и от словесемя тежно плечма своем осенит тебя и под крыльей его надеяшися. Оружим обытит тебя истинно Его, не убоившись от страха ночного, от стрелы летящего дни, от вещи во тьме приходящие, от срящей бесополуденного. Падет от страны твоя тысяща и тьма десную тебе, к тебе же не приближится. О, бача, чьи ма твоим осмотришь и воздаяние грешников узреши, яко ты, Господи, упование мое вышнего положилось и прибежище твоем, не придет к тебе зло и рано не приближится телеси твоему, яко ангелам своим заповести тебе сохраните тебя во всех путях твоих, на руках вознут тебя, да никогда преткнешь о камень ногу твою, на спидой Василиска наступивши и попережи льва и змея, яко позна имя мое воззывет ко мне и услышу его, с ним есть скорби и зму его и прославлю его, долго твои дни исполни его явлю ему спасение мое воздвигу охочи мои в горы отнюд уже придет помощь моя помощь моя от Господа сотворшего неба и землю не дач во смятение ноги твоей яни же воздремлет храня тебя все не воздремлет ниже уснет храня Израиля Господь сохранит тебя Господь покров твой на руку десную твою во дни солнце не ожед тебе ниже луна ночью Господь сохранит тебя от всякого зла сохранит душу твою Господь Господь сохранит вхождение твое и исхождение твое отныне до века отныне исподоби нас влады бог то державение дня кушкену смейте призывать и тебе небесного бога богца и глагол бога 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 и бога живи и на небесе просветится имя твое да приедется сме твое да будет твое оттвое на небесе и на земле и и твое 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 да я бочу и твое да твое что скажем и твое твое да твое твое Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон.